На берегу реки Волги расположился женский монастырь. Сегодня в нем тихую жизнь ведут монахини-сестры, которые каждый день молятся за нас и наши грешные души. За мир на земле, за укрепление страны. Но так было не всегда. 1934 год. Советская власть. Счастье детям вашим, коли дети несут грехи отцов своих. Только внуки ваши смогут замолить грех ваш. Обитель наша опустеет, но лишь когда внуки и внучки возродят ее, то вернется к ним счастье. Через считанные минуты НКВДшники расстреляли монахинь около монастырской стены, а тела сбросили в Волгу. Однако тело Анастасии не утонуло, а поплыло по течению реки, где его взяли жители небольшой деревеньки и похоронили со всеми почестями. Монастырь разорили и устроили склад. Однако вскоре зловещее пророчество стало сбываться. Люди, которые расстреливали монахинь, уже через 2-3 года сами оказывались под дулами пистолетов. Это были репрессии уже против своих же. К 1939 году не было в живых уже ни одного палача. Кого-то расстреляли, кто-то сгинул в логерях на стройках, а кто-то просто умер в камерах в ожидании неизбежного. Но и дети не остались в стороне. Началась война, и дети тех, кто был палачами, пошли на фронт. Кто-то погиб, кто-то выжил, а стал инвалидом. В то же самое время в опустевшем монастыре складские служащие стали замечать, что ходит среди его стен монахиня, как две капли воды, похожие на Анастасию. Сотрудники склада боялись оставаться на ночь, поскольку не хотели встретиться с призраком. Шло время. Менялись десятилетия. Однако молва о монахине, которая бродит по ночам, не утихала. Подросли уже внуки и внучки тех, кто расстреливал монахинь. Жили они все бедно, не зная счастья. Пока до одного из них не дошла информация о злодеяниях, которые совершил его дед, найдя и собрав других потомков, решили восстановить обитель. Уже вскоре исчезла старая страна. И появилась новая. Несмотря на все трудности, монастырь был возрожден. За день до освящения тень монахини видели в последний раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok